мы приехали из россии в 2017 году приехали осенью сюда посмотрели батуми отдохнули нам здесь очень понравилось было тепло и мы решили так ему на пенсии переехать жить в батуми правильно для пенсионеров я думаю что здесь очень хорошо жить почему потому что экология здесь в батуми нет вредного производства воздух спокойно здесь спокойно много овощей много фруктов да поэтому нам на пенсию вполне хватает здесь это что то что взяли мы квартиру есть небольшую квартиру на 55 квадратных метров коммунальные платежи они совершенно небо невысокие но я просто сравниваю уже с российскими ценами отопление какое жкх мы ничего не плачет не платится кроме то что газ теплые полы сделали очень тепло и значит сайт котел греется горячая вода есть из электроэнергию но я так могу сказать что в месяц у нас получается газ газ горячая вода электроэнергия получается 3000 рублей никаких других коммунальных платежей нет больше здесь вот нет налога на недвижимость это очень важно затем что нам понравилось приезжать в грузию как и даже в батуми то что здесь безвизовый режим маршрутки билет стоит всего 13 рублей и можно ехать в любой конец города а автобус если идет автобус стоит 8 рублей я перевожу на наши деньги все это чтобы людям было понятно сколько здесь зелени овощей и фруктов особенно что круглый год листья салаты петрушка укроп все все очень недорого и удивляюсь приехали и в принципе и в москве все это есть все хорошо но здесь как здесь просто сынка они свежее и цена конечно несопоставимая вопросов нет осенью сколько надо было мандарин все такие вкусные мандарины об этом можно очень долго рассказывать действительно цена смешная 20 рублей мандарины свежие из дерева я хотел сказать что здесь очень много красивых мест красивых как исторических так и природных мест взять ботанический сад вот мы сейчас находимся в ботаническом саду красивый воздух свежий воздух дышишь полной грудью в отручленных производств здесь нет здесь поэтому воздух совершенно чистый за счет моря и гор кривот субтропический мы прожили здесь зиму ну бывают и дожди вопросов нет то самая минимальная температура была опускалась в батуми зимой минус плюс 2 носовой температуры не было ни днем плюс два ночи а дню плюс 5 плюс 10 даже в январе там как вышли гулять температура была плюс 24 градуса но такое тоже бывает такие постоянные конечно температуры потому что нельзя людей войти в заблуждение а так все 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 очень хорошо то еще хочу сказать очень важный момент то что отношение людей здесь говорят по-русски если я приеду в болгарии в черногорию все равно русской речи я не услышу здесь все люди понимают по-русски особенно старшее поколение и молодежь уже можно кому-то обратиться что-то ты не знаешь местные жители подходят спрашивают вам куда-то пройти вам что-нибудь помочь про желание про желательные люди я бы были поражены то что такое отношение я не знаю может другие не встречали но нам встречались только положительные все люди готовы прийти на помощь подойти и даже на маршрутке сейчас рассчитываться да нет не нужно не надо так я вас бесплатно дает но это конечно дичный случай но тоже подним внимание разговаривали с положение ли с пожилыми людьми с грузинами с местными жителями они чтобы мы хотим мы хотим дружить россии нам очень нравится что приезжают русские потому что мы единый народ мы жили вместе у нас вообще было общее все сейчас немножко разделилась да и еще важный момент почему а почему купили в батуми почему не в сочи не в адлере они черновоз как подъезжей кавказа не в крыму пусть это пусть звучит не банально но здесь цена гораздо дешевле потому что для нас для пенсионеров денег просто на сочи не хватит она нереальные цены здесь но другие цены совершенно вот на жилье совершенно другие цены стоят сейчас очень много стоит очень много строек идет в батуми приезжает летом здесь туристов очень очень много туристов приезжает очень много людей сейчас а да еще магазины супермаркет и такие же как в воскресенье же тот же ашан например или перекрестки пятерочка называется также французский как и ашан москве к называются карфу и очень много встречаем очень много людей, которые переехали из России, из Украины, из Белоруссии, приехали сюда на постоянное место жительства. Думаю, что, ну, да, нам хорошо. Зимой в России хорошо. Но вот я вспоминаю, что очень мало солнца. Здесь постоянно солнце. По крайней мере, в Москве у нас с декабря, с ноября месяца по март практически солнца нет. А здесь солнце круглый год. Солнце, да. Поэтому и настроение хорошее, хочется дома, хочется выходить куда-то, гулять. Общепит очень дешевый. Мы раз в неделю обязательно ужинаем в кафе, в ресторан. Цены, вот, даже на двоих поужинать 50 лар. Ну, то есть... Ну, 50 лар очень много, ты сказала. Нет, ну, 50 это когда... 50 тысяч рублей получается. А так нет, даже где-то 600-700 рублей. Вполне очень хороший будет тоже. Хороший вина. Вина, конечно, грузинские. Не буду рекламу создать, делать, но вина, конечно, исключительно. И природных мест. Очень близко Турция от Батуми находится, в 14 километров. Мы туда уже ездили за покупками. Цены намного дешевле, чем те же магазины. Из курорта. Знаете, что зимой приезжают горнолыжники, пожалуйста, приезжают или Гадаури, или Букуриани, курорт Боржоми, курорт Сэрме. Все это... И да, конечно, минеральная вода. Ну, вопросов... То есть нам здесь очень нравится. Нам нравится. Мы пенсионеры, но что нам делать остается еще? Надо отдыхать, наслаждаться жизнью. Я хотел еще добавить. Я хотел добавить еще про ЖКХ, что ты сказал. Самое интересное, что здесь нет сбора, нет налога на капитальный ремонт домов, и нет за вывоз мусора. Этого нет. Дальше. Здесь еще, я не знаю, повторюсь или не повторюсь, еще нет налога на имущество. То есть мы налог не платим за квартиру. То, что... Это большая экономия денег уже идет, как бы то ни было. Дальше. Еще интересное. Давайте проводим досок. Здесь у нас вот то, что мы куда входим, фитнес-клуб. Фитнес-клуб мы можем заниматься плавой, баней, три бани, три вида бань. Да, три вида бань. Турецкая баня. Финская. Финская, да, сухая баня. И плавательный бассейн. Ну и также сам фитнес-клуб, где заниматься можно будет настоярно, как обычно. Очень хорошо, нравится здесь. Вот, если, особенно, когда бывает такая погода, если дурки, где все-таки субтропики, если где-то люди, ну, пои приехали, поплавали очень хорошо, зашли в баню, погрелись, и поехали домой. Но чем не отдых? И цена. А, да, и по цене. Это самое главное. Фитнес-клуб цена на один месяц, на один месяц, работает фитнес с 8 утра до 12 ночи. Можно приходить каждый день и стоимость 2700 рублей. Я все перевожу на даши деньги. В 100 лари, почему? В 100 лари, в 100 лари. В 100 лари. В 100 лари. Вообще, все очень интересно. Куда можно будет поездить. Очень красивые места, исторические места. Приятные добрышки. вкусные. Очень, очень хорошо. Для пенсионеров, как у нас знакомая говорила, приехала из Германии, но она сама элегрировала из России в Германии и приехала сюда, живет в нашем доме. Татьяна ее зовут. Она говорит, что здесь рай, что я проведу здесь то, что мне нравится, я проведу в средствах и остаток жизни, я проведу здесь. хотя она еще молодая, ее сходят. Не будем говорить, сколько женщина болит, но она сказала так. Вот такие дела у нас, Ну что, за ужин, за хорошее? за хорошее ужин. Давайте. А, да, мы пришли в ресторан и нам презент по бокалу вина. Хорошо. Милочка, приятная. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok